Здравствуйте, меня зовут Ивлев Сергей, я сотрудник НИУ-102, который занимается разработкой малокосмических аппаратов. Я хочу вам сегодня рассказать о направлении деятельности общаясь в спутниках. Самый первый спутник, я думаю, вы знаете, он был запущен в 1957 году, и с тех пор эта отрасль проделала довольно большой путь от самых первых спутников до современных серьезных космических аппаратов. Спутники бывают совершенно разные, они бывают по имени гражданские, так и делиться могут по своему значению. Это могут быть спутники связи, спутники навигации, метеорологические, спутники ДЗЗ, ну для аэрофудсъемки, ну и разные другие. И вот на слайде здесь изображен спутник, я его не просто так сюда вставил, кто-нибудь знает, что это? Слышно. Нет, понятно, какой спутник. Салейский, там, там, да, че. Здесь на слайде изображен спутник GLONASS-K, это спутник российский для, ну это аналог GPS американской. У нас есть система GLONASS, также для спутниковой навигации. Вот, и я когда готовился к лекции, ну, загуглил, и некоторые цифры меня удивили. Как вы думаете, сколько стоит запуск такого спутника? Да. Сколько? 1.300. Рублей. Ну, я же в русский режим. Ну, то есть и смелее. Ну, 300 висит. 1.5 миллиарда, ладно. 1.5 миллиарда, да. Смотрите, вот здесь на слайде изображен GLONASS-K, его стоимость вместе с запуском это 4 миллиарда рублей. Соответственно, предыдущая версия это 1.3 миллиарда. Из них где-то 3.5 миллиарда это стоимость самого спутника и запуск где-то 400 миллионов. Вот, то есть, такие спутники, они являются... Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу фотографировать и насчет видеокамеры. У нас есть видеокамеры, но мы не рады ей не пользовались. Ой, да и решили. Да? Вот. Почему такие большие цены? Ну, во-первых, из-за особенностей запуска. Спутники летают, как вы знаете, на орбите. Чтобы попасть на орбиту, нужно очень-очень много энергии. Скорость... Ну, чтобы спутник остался на орбите, а не просто упал на Землю, нужно его разогнать до 8 километров в секунду для низкой орбиты и, там, чуть поменьше для более высоких. Или до, там, почти 30 тысяч километров в час. Чтобы это сделать, ну, просто так это сделать не получится. Для этого человечество придумало такие штуки, как ракеты. Здесь, кстати, изображен протон. Это российская ракета. Она сейчас довольно редко летает, но до недавнего времени она экспортируется довольно-таки широко. В чем их особенность? Старка масла такой ракеты – это около 800 тонн. Тогда как на орбиту она выводит 24 тонны, ну, примерно. А все остальное – это топливо. Если вы посчитаете, поделите полезную массу на старт, вы получите для практически любой ракеты от 4 до 7%. Это очень мало, потому что все остальное топливо тратится на то, чтобы разогнать, ну, ракету и спутник до необходимой скорости. Второй пример – это ракета «Союз», на которой сейчас летают, ну, наши пилотированные космонавтики. То же самое, примерно, на стартовой массе – 300 тонн, полезная нагрузка – 8 тонн. Те же самые, примерно, на диапазоне. Вот. Эти ракеты, ну, они сами по себе являются очень дорогими. То есть, ну, 300 тонн вы просто так не создадите. Вот. Плюс надо понимать, что ракеты просто так не построить. За одной такой ракетой стоят там десятки научных институтов, там сотни тысяч сотрудников, которые тоже получают зарплату, которым нужны деньги на разработку, и это тоже не очень тешево. Почему же спутники стоят так дорого? Ну, до этого приводился пример «Глона Ска». Это, скажем так, экстремальный вариант спутника, который работает на орбите уже, ну, скажем так, десятилетий он должен работать. Здесь, скажем так, есть четыре усадних ракета «Кармисиса». Первый – это стоимость комплектующих. Как вы знаете, в космосе есть радиация, и она очень опасна для бортовой электроники. Для этого, чтобы сделать спутник, который сможет проработать там 20-30 лет на орбите и сможет выполнять свою задачу, необходимы очень дорогие комплектующие. Это компоненты, которые делаются по специальным заказам, которые применяются только в одном единственном этом спутнике. Они собираются, ну, скажем так, на специальных технологиях космических, и они там себе талкерамические, половине золота, в прямом смысле золота, поэтому это съедает очень большую часть бюджета. И зарплата сотрудников, то же самое, огромное количество институтов, сборочных цехов. Это люди, которые получают эту зарплату за то, что они занимаются таким вот ответственным трудом. Ну и, скажем так, серьезные космические аппараты, и они очень сильно увеличивают состояние за счет сертификации и страхования. То есть просто такой спутник не отправится, для этого необходимо, чтобы он прошел все необходимые проверки, там, барокамеры, термокамеры, испытания, опять же, на радиационную стойкость. Это все тоже очень-очень дорого. Ну и четвертый аспект, он специфичный для России, ну, вы сами догадаетесь. Из чего вообще состоит такой вот серьезный спутник? Он состоит в основном из такой вот утра. Внутри нее, ну, располагается что-то, ну, специфичное для конкретного спутника. То есть если это спутник ДЗЗ, там есть камеры, если это спутник связи, там есть куча радиопередатчиков и уносных антенн. Двигатели обязательно для крупных аппаратов. Это двигатели как маршевые, для смены орбиты, так и для ориентации. Ну и обязательно, вот на чем хочу обратить внимание, есть адаптер, вот под цифрой 7. Он нужен для того, чтобы присоединить аппарат к вершине ракеты. Это, то есть, эти аппараты, они никак не сертифицированы. То есть, в принципе, может создать любую форму, и для того, чтобы его спустить, необходимо сделать уникальную конструкцию. Вот этот вот адаптер, который, ну, при помощи которого будет пристыковывать спутник определенной ракете. Электроника таких спутников. Вот вы можете видеть, например, это что-то, видимо, из ботового компьютера. То есть, здесь есть память, есть специальные космические процессоры. Вы можете видеть, оно все сделано там на половину золота, на половину по каким-то специальным заказам. Это собраны в такие вот металлические корпуса, которые также дают дополнительную защиту от радиации. Вот. Это, скажем так, электроника для каких-то прям серьезных аппаратов. Они соединяют при помощи специальных промышленных разъемов, которые также там сертифицируются очень дорого. Они есть. Вот справа здесь привезена продукция компании Sputniks, которая выпускает бортовые системы для таких малых спутников. Ну, тоже видите, такие коробочки, у которых есть специальные такие промышленные разъемы. Вот. И тут есть, в принципе, наверное, все бортовые системы, которым нужно есть. И бортовые компьютеры, и радиопередатчики, там, всякие датчики, в том числе, вот, солнечный датчик. Ну, вот, как я говорил, это, скажем так, обтекатель ракеты, внутри него стоит спутник, и тут есть такой конус. Вот при помощи него он подсоединяет. Соответственно, когда ракета запускается, створки обтекателей откидываются, ракета выходит на орбиту, и обтекатель отделяет аппарат от ракеты. Вот. Как вы понимаете, то есть, такой большой аппарат, он запускается одним запуском с ракеты. То есть, либо есть различные варианты, то есть, там, сразу два спутника, но они довольно сложные. То есть, вся стойность запуска, она приходится на один аппарат. Как мы уже говорили, стойность запуска, она, мягко говоря, не маленькая. Вот. А как же все-таки, скажем так, сделать более такой доступный способ запуска спутников? В 90-х годах Калифорнийский политехнический университет придумал такую штуку, как ППСАП. Это такой, ну, небольшой ступник, размером, он стоит из кубиков 3, 10 сантиметров на 10 и на 10. Соответственно, вот вы можете видеть, это один кубик, то есть, он 10 на 10 на 10, а это ППСАП 3U. То есть, он стоит из трех таких кубиков, соответственно, 300 на 10 на 10. Там немножко есть нюансы, но, в принципе, это сохраняется, такая математика. Вот. Здесь можете видеть переменную внутренность. То есть, есть такая рама алюминиевая, и там есть направляющая. Нет, это не касается. Вот. Там собираются направляющие, туда вставляются бортовые системы для таких спутников. В чем здесь, скажем так, возможности магнитосферы, ну, магнитное поле Земли, оно на низкой орбите довольно хорошо защищает аппараты. То есть, если для того, чтобы запустить геостационарный спутник, нам нужно делать радиационную стойку бортовой электроники, то для спутников, которые летают на низкой орбите, ну, то есть, это не является насколько обязательным. Можно делать спутники, которые будут, ну, конечно, и срок будет меньше работы, но зато их можно делать просто кратно, дешевле, даже не в сотни раз. Поэтому сейчас большинство спутников производится из двух просто коммерческих компаний, в которых можно просто купить в магазине. Вот здесь вы видите типичную такую бортовую электронику. Это бортовой компьютер на спутниках. Здесь вы можете видеть в середине процессор. Вот. И есть такие специфичные четыре отверстия. То есть, вот они, ну, золотом покрытые. Вот. При помощи них бортовая система крепится к корпусу. И, соответственно, есть еще один большой наверху, раз он называется PC-104, потому что, ну, он 104 контакта. И при помощи него все бортовые системы соединяются между собой. Ну, скажем так, довольно стандартизирован. То есть, с некоторыми оговорками, даже от разных компаний, бортовые системы можно вставить, и они будут работать между собой. Но, опять же, это надо дополнительно проверять. Вот. Ну, я думаю, задача бортового компьютера – это выполнять как задача по, скажем так, обеспечению управления спутником. То есть, там, раскрывать антенны, передавать какие-то базовые, ну, радиосигналы, данные с датчиков. Так и выполнять какую-то специфическую миссию. То есть, вы хотите же не запускать просто так, а их запускать для чего-то. Соответственно, здесь вы можете видеть еще четыре терпежных отверстия. Вы можете разработать свою какую-нибудь там миссию, допустим, там, детектор радиации, и вставить ее туда, готовить какую-то датчик, и переводить подъемные данные с вашей системы, с вашего эксперимента. Вот. Система радиосвязи. Ну, у нее, понятно, для чего она нужна, и она является обязательной. То есть, спутник сам, он отправляется на орбиту, он оттуда не вернется. Ну, то есть, он вернется, но он сгорит в атмосфере. А, соответственно, там, через несколько лет он начнет парить. Поэтому единственный, вообще, возможный способ получить информацию с этого спутника, это схема радиосвязи. У нее есть две задачи. Первая, это передавать данные с датчиков, там, каких-то экспериментов, там, телеметрию. Так, и вторая задача, это, скажем так, чтобы спутник мог выполнять команды Земли. То есть, вы ему отправляете команду, он ее обрабатывает, и какой-то результат отправляет вам на Землю. Для этого существуют вот такие вот радиопередатчики. Они могут быть построены абсолютно по-разному. Вот, можете видеть, скажем так, весь радиопередатчик защищен такими вот медными кожухами. А так как этот передатчик, ну, он работает на большую высоту, то есть, там, 400 километров, вот, плюс ему нужно пробить, вот, там, облака, он бывает довольно мощный. Поэтому разные блоки радиопередатчика защищаются друг от друга такими вот сетками, чтобы они не мешали друг другу. Соответственно, ну, то есть, есть отдельный радиоканал для приема и для передачи обычных. Опять же, могут быть построены абсолютно по-разному. И, немножко здесь не видно. Вот, есть такие специальные разъемчики, к которым включается антенна. Соответственно, тот же самый, вот, основной разъем и четырех клеточных отверстий. Ну, система питания, наверное, понятна для чего нужна. Она включает в себя батареи и осуществляет как подзарядку этих батареек от солнечных панелей, так и питание всей, там, всей остальной электроники. Также, система питания, там, может, взаимодействовать какие-то режимы задавать. Вот, ну, в целом, она будет выглядеть вот так. Вот это вот коммерческое, которое там делают, в HomeSpace, например, батарея электроника. Соответственно, вот примерно так она выглядит. Корпус. Корпус, ну, вот, примерно выглядит так. Вот это вот корпус нашей московской компании «Спутникс». Он состоит из трех юнитов, соответственно, вот один, вот второй, вот третий. Есть разные варианты исполнения, но все они, скажем так, мунифицированы под один стандарт. Соответственно, здесь и солнечные панели, там крепятся антенны, и внутри этого всего погружаются, ну, соответственно, бортовые электроны. Солнечные панели, они обеспечивают подзарядку аппарата в полете. И, соответственно, они ставятся на разных гранях. То есть спутник, в принципе, может такое случиться, что мы, ну, в момент запуска он, он же ориентируется произвольным образом. То есть мы не можем поставить там солнечный тоннель только на одну сторону и там сказать, что он не будет поработать. То есть может такое случиться, что он повернется к другой стороне, и тогда подзарядки не будет. Тогда аппарат, ну, может просто выйти из строя. Антенны, соответственно, они необходимы для передачи данных на Землю. Это довольно-таки сложные механизмы, и от них требуется просто, ну, абсолютная надежность. Соответственно, вот вы можете видеть, большинство спутников в Вольфе летает непосредственно с этой системой. То есть спутники, я потом еще покажу, как они запускаются, они погружаются в контейнер. А антенны, они довольно длинные, соответственно, при запуске они должны быть свернуты, а после запуска они должны быть раскрыты. Вот. И здесь, вот, очень часто случаются проблемы, поэтому здесь, в основном, не экспериментируют, а используют уже что-то готовое. Вот. Как, в принципе, ориентируются такие спутники? Они ориентируются не так, как большие. Те бортовые системы, они, в принципе, выполняют те же задачи. Ориентируются они двумя всего способами. Это магнитные катушки, либо маховики. Естественно, на такой маленький спутник поставить какой-то двигатель сложно, особенно двигатели ориентации, которых нужно много. Соответственно, здесь могут использоваться магнитные катушки. Либо в таком исполнении, либо они интегрируются в солнечные панели. Соответственно, там пускается ток, и за счет магнитного поля спутник начинает вращаться по какой-то изосей. Вот таким образом его можно навести. То есть, для, ну, скажем так, есть система просто стабилизации, которая фиксирует спутник в одном и том же положении, а есть именно система ориентации. Она обязательна для спутников с камерой. То есть, если вы хотите снимать землю, вы хотите же не навести на какой-то определенный участок в земле, соответственно, вам необходима система ориентации. Ну и второе, это маховики, то есть вы их раскручиваете, и в зависимости от скорости можно направлять аппарат по разным мастерам. Вот. Как такой аппарат, в принципе, выглядит? Вот, вы можете видеть здесь рам, такой небольшой кубик. В него ставятся все бортовые системы, абсолютно различные. Их крепится к солнечной панели, там различные боковые структуры, антенки. Ну и, в принципе, что вообще там. Можно вставить его. Вот. Таким образом, в принципе, выглядит кубсант. Сейчас я немножко вставил. Жаль. Так. Как вообще их запускать? Почему это можно сделать дешево? Есть специальные такие контейнеры, которые присоединяются к ракетам. Они не являются основной отгрузкой. То есть, их можно запускать попутно. И это практически не наносит пред основным большим ступеням, которые запускаются. Есть специальные контейнеры, в которые эти путь не погружают. Как можете видеть, эта рама, она... Большинство рам, они очень похожи, особенно по посадочным местам. И разные рамы от разных производителей можно засунуть в один и тот же короб. Соответственно, когда ракета взлетает, этот короб открывается, выталкивает спутник. В этот момент он включается и начинает свою миссию. Именно то, что вам не обязательно для такого маленького спутника делать задельный запуск, а им позволяет запускать фит довольно дешево. Такой спутник можно создать, в принципе, силами... Ну, университет это точно, существует огромное количество там и в России, и зарубежных университетов, которые занимаются этим. Так, и силами даже там какой-то очень маленькой компании, либо есть там спутник, который запускали там частные лица. Соответственно, такие бортовые системы можно купить от разных производителей, либо сделать самому, если, скажем так, у вас есть такая возможность. Так, я думаю, на этом все.